Артём Граф это человек противоречия. Он снимает откровенные постановы и потом на серьёзных щах утверждает, что это не так. Неужели я такой тупой? И всё, что я делаю, всё, что я снимаю про клоуна, это фейк и неправда. И все первые серии они были реальные. Потом пошло шоу уже, ток-шоу, ток-реалити Андрей Петров. Да. Личит сломанные ноги за две недели, и когда ему предъявляют за это, он, конечно же, ничего не отвечает. Пока ты не докажешь мне о том, что мой прыжок был постановочным, неважно как, это не играет никакой роли, потому что слова веса не имеют. Снимает тупой контент и при этом обвиняет свою аудиторию в том, что они не улавливают его месседжи и называют их мартышками. Я их просто не понимаю, для меня они как мартышки. Если вы смотрите мои видео и понимаете, о чём мой посыл, то почему вы не меняетесь? Я собака, паршивая! Ни охуя знает, блядь. В этом ролике я разберу для вас каждую из заявленных мной претензий и подкреплю их фактами. Заваривайте чай, не забудьте предварительно подписаться на мой канал, на мой телеграм-канал, поставьте лайк этому видео и будет жарко. Артём Граф. Этот паренёк позиционирует себя как главный разоблачитель всея интернета. Правда, единственные, кого он разоблачил, и то разоблачениями это сложно назвать, это Симпл, Никоглай, Ивангай и ещё какой-то его хейтер. Вот это масштаб. Главный разоблачитель. И противники тоже очень большого ума. Я харкал в этот стакан. Соплёй. Я соплёй туда хуярил. Это реально тебе говорю. А качество этих разоблачений просто на высшем уровне. Чувак на полной серьёзке половину своего разоблачения просто вставил свою реакцию на стрим, на котором Ивангай реагировал на его разоблачение. Ну что, сейчас посмотрим реакцию Ивангая на мои два видеоролика. Кто там? Рынды, Чинворд, Стаса, как про... Ой, господи. Покурите в сторонке. Не видите здесь главный разоблачитель всея интернета реакции на реакции снимает. Я сейчас не защищаю Ивангая. Это тот ещё кадр. Я конкретно говорю про качество его разоблачений. В том же разоблачении Ивангая, например, вот в первой части ролика, которая по сценарию, он, в принципе, всё по факту говорит. Но вторая часть... И по факту чат это третий зритель, который объективно на всё реагирует, несмотря на то, что он, как бы, чат Ваня, то есть он больше за него. Да ёбану ты! Ты что, ёбану ты! Что ты несёшь, ты, сука, протёртые шлёпанки, ты! Что ты несёшь, блядь? Я заметил, что бомбёж и эмоциональные выкрики — это неотъемлемая часть разъёбов графа. Но есть одно но. Вот я сдавал литературу и прочитал в своё время очень много как наших, так и зарубежных произведений. Ты, наверное, по моему лексикону, по строению речи понимаешь, что я что-то знаю. И это приятно слушать. Это реально приятно слушать. От твоего убедительного тембра ты убедительней не становишь. Убедительный тембр. Узнали, что есть убедительный тембр? Пожалуйста, ограничивайте себя от этого говна и фастфуда. Лучше занимайтесь саморазвитием. Я табака паршивая! Ау! Я всего лишь хочу с тобой подружиться, и всё. Ты сейчас свою морду ёбаную скалозубую вытащил. Я одинокий человек, хочу с тобой дружить. Почему мы не можем? Почему ты меня игна... Несостыковочка. И когда ему предъявляется эту несостыковку, всё, что он делает, это говорит. В каждом своём видеоролике этот мегрозаблачитель трактует позицию о том, что я очень глупый человек. Как только мы заходим на канал Алёше, сразу же бросается интересное видео с колким названием «Разоблучил сам себя». Наверное, у гения в русском языке так и должно быть. Я себя-то так не позиционирую! Артём, смотри, если б я говорил, что я не въебаться умный, эта претензия имела хоть какой-то смысл. Но я не позиционирую себя как умный человек. Это вы не интеллектуалы! Это вы тупые, поняли? Это у вас словарный запас маленький. При том, что оппонент открыто говорит, что он не позиционирует себя как интеллектуала. Поэтому эта предъява априори не работает в обратную сторону. Это ты заявляешь, что ты охуеть умный. Я сапожник матерящийся. В меня это не работает, понимаешь? Либо не предъявляем, либо не говори, что ты дахуя умный и начитанный. Почему не говорить, что ты интеллектуал? Simple. Ты заявляешь на огромный онлайн о том, что киберспорт вне политики, но при этом твоя команда убивает русские одну же другой. Команда убивает кого? Огромный, а команда убивает русские одну же другой. Убивает русские одну за одной. Онлайн о том, что киберспорт... Вот кто реально понял, в чем предъява в данном отрывке? Еще раз, я не защищаю симпла, но если ты делаешь разоблачение и позиционируешься как ебать гений слова И это приятно слушать Почему ты даже читая текст по написанному тобой сценарию, не можешь внятно сформулировать предъяву? При этом твоя команда убивает русских одну же другой Вот хрен знает, что он имел ввиду Вот если у тебя есть претензии, ну сформулируй ты предложение нормально Ты же главный ебать его в рот разоблачитель всея интернета, ты сам это заявляешь А знаете, что мне нравится еще больше? То, что все оппоненты Артема Графа, на момент, когда он их разоблачал, уже были с растоптанной репутацией Сейчас половина русского интернета на Ивангая злится, потому что он вышел в полную хуйню Соответственно, это априори выигрышный вариант А из всех своих хейтеров, из всех, кто снимает на него какие-то разоблачения, какие-то ответки на дичь, которую он несет Он выбирает самого немедийного И даже здесь обсирается Во всех всех разоблачениях он утверждает о том, что мой прыжок с моста, который разверсился везде И всякие паблики по типу топор его подхватили, был постановочным Чтобы вы понимали, о чем речь, у Графа были уже ныне удаленные ролики Про то, как он прыгает с моста и ломает ноги Благодаря этому он хотел хайпануть на новом канале, под новым псевдонимом И сейчас эти материалы уже скрыты, но их можно найти вот в этом ролике Уже увиденное можно проанализировать и понять, что это постанова Потому что чувак прыгает с моста, ломает ноги Но при этом его ноги выглядят абсолютно здоровыми Он еще успевает этими ногами довольно энергично двигать И, естественно, не забывает снять все на камеру Вот мне интересно, если вот кто-то когда-то ломал ноги Вам вообще есть дело в этот момент до того, чтобы снять, как у вас там, что-то с ногами? Я не знаю, это какой-то абсурд, по-моему, нет? Через две недели после того, как он сломал ноги, они уже были целы В этом он говорит, 15 января случилась такая хуйня, после которой я спрыгнул с моста 15 января у меня случилось то, что просто выбило меня из жизненной линии То есть там в районе вот этих вот дат он прыгнул с моста и сломал себе ноги, по его словам А теперь ролик 25 января смотрим 10 дней прошло, 10 дней Это женщина, которая ему годится в бабушке, в живот Иисус ходит по воде, Артём Граф ходит со сломанными ногами И попробуйте угадать, что он ответил на претензию касательно этого вопроса Пруфов в виде инвалидной коляски, рентген Почему он вставляет рентген рук, блядь? И чей-то рентген, как понять вообще? Что я должен увидеть? Что у тебя целые руки? У него же сломанные ноги, зачем он делал рентген рук? Зачем он показывает рентген рук? И руки у него целые? У него нету на ногах гипса даже Там просто перемотанные, блядь, бинтом ноги Где рентген ног? Таблеток, реального... Ебать, таблетки купил Но это всё доказывает Реального расставания с девушкой ему мало Реального расставания с девушкой? Причём здесь реальное расставание и то, что ты прыгнул с моста? Как это доказывает? Блядь, ты даже не можешь конкретно ответить на претензию Это довольно серьёзная претензия, чувак И вот так вот просто с неё соскочить нихуя не получится Ты спрыгнул... Подожди, он спрыгнул с моста и у него ноги залечились за две недели? Как у тебя ноги зажили за две недели? Когда Артём кого-то разоблачает, он постоянно начинает звать вот тех, кого он разоблачил На разговор с ним, там в прямом эфире, все дела Артёма графа сюда, ты блядь Я тебя схем! Я тебя схавлю! И это приятно слушать Это реально приятно слушать Но как только ему говорят, идём поговорим в прямой эфир Он тут же сливается Что знаю я одного человека, который во время того, как я сидел и крутил кейсы Зашёл ко мне на мой твич-канал И вместе с агитацией аудитории звал меня в дискорд А после отказа собирал 300 тысяч на диалог со мной Вот блядь, это был рофл! Но он не пойдёт со мной на созвон Я гарантировал, он не пойдёт на созвон По одной простой причине Потому что он ни с одним своим хейтером не созванивается Просто потому что его разъебут То, на что он не отвечает в своих заготовленных роликах Он как бы не сможет в прямом эфире на это ответить Вот просто представьте Что будет, если на стриме поднимется этот вопрос? Верим! Просто, блядь, склейка Ты ещё говоришь о том, что большую часть своей жизни ты посвятил литературе О том, что ты вообще очень начитанный человек Но при этом ты выпускаешь ролик про книги Тебя разъёбывают Основная теория Родиона Раскольникова о тварях дрожащих Жестокость Бедность Сестра, работающая проституткой Даже те люди, которые никогда не читали преступления и наказания Знают, что проституткой была Соня Мармеладова Которая нихуя вообще не сестра Раскольникова А вот Авдотья Та самая сестра Раскольникова Которая, по словам Артёма Графа, не сдержалась и стала шлюхой Была гувернанткой И ты отвечаешь на это Ну, во-первых, я забайтил их на Раскольникова Теперь снимаются обзоры Забайтил нас на Раскольникова Это был байт В общем, когда... Ладно А, переиграл и уничтожил, да? Блять, ну так можно вообще на любую предъяву в целом ответить Охуенная отмазка, просто великолепная А что ты на это ответишь? У меня сейчас полетят палки от... Серьезно? Феминисток, пожалуйста, не надо И что? С чего он взял, что у него должны полететь палки от феминисток Если он просто говорит, что миром правят мужчины Это... Ты даже на монтаже оставил отрывок В котором предъявляешь девушке за слова, которые ты сам, сука, и произнес Это пиздец Лучший разоблачитель, блять Лучший разоблачитель Все я, интернета, нахуй Я еще подписался на его телегу на днях Он там выложил фотки, как берет интервью Ивана Зова Я так понимаю, наконец-то нашел себе оппонента по уровню Говно, залупа, пенис, хер, давалка, хуй, блядина Папа дома Смотрите Книжки Вот вы тоже сначала, этот, ходите интеллектуально просветиться А потом снимаете тиктоки с Иваном Золой Обмазался говном У него что, не пост, то просто интеллектом так и блещет Он просто не вывозит образ главного разоблачителя и интеллектуала Насколько же это искусственная, бескостная музыка Трики, где кто-то кого-то ебет, у кого-то много денег Это класс Он сам же себя разъебывает Он разъебывает свою же музыку Ты осуждаешь чтение про деньги и сам читаешь про деньги Ты чё, долбай? Чтоб вы понимали, у него есть один недавний ролик В котором он буквально создает все доказательства Того, что он, ну, является педофилом Скидывает это чуваку, разоблачителю Тот это публикует Я занимаюсь делами, как физик Общался с двух телефонов сам с собой Уведу переписку с двух телефонов Тут аккаунт девушки Я снимаю со своего аккаунта Я понимал, что если очень грамотно И убедительно подать информацию То она разойдется по всем Ты уже, как бы, делал это Знаешь, как это делается И потом он делает ролик, в котором говорит Ха-ха, я сделал все супер достоверно Со своего аккаунта А ты повелся, а ты повелся Я бы понял, если бы он, знаете, сделал реально Ну, второсортный какой-то вброс Не со своей страницы даже Чтобы проверить действительно Насколько чувак прошаренный Насколько он может проверять информацию С таким успехом можешь снять Как ты кого-то насилуешь Чтобы это опубликовали И потом сказать Ааа, попался! А это был пранк Ух, у чувака явно какие-то проблемы с башкой Просто, чтобы вы понимали Я максимально поверхностно прошелся По его каналу и по его биографии Но даже этого хватит Чтобы, как он любит говорить Его разъебать Вот, давайте просто разберем парочку отрывков Когда весь мир что-то слушает Что-то делает Я хочу быть отреченным от каждого человека Не вливаться в это стадо Мне гораздо интереснее быть пастухом И вести к чему-то людей Блять, быть пастухом И вести к чему-то людей Он на полном серьезе Говорит, что он пастух И ему интересно вести к чему-то людей На секундочку Он даже вставил, сука, картинку Пастух ведет овец, блять Он сравнивает людей с овцами Вообще, что? Я не понимаю современную молодежь Я захожу в школу Вижу, как все играют Brawl Stars Листают шортсы, тиктоки Какие-то новомодные слова И я понимаю, что мне с ними неинтересно Я их просто не понимаю Для меня они как мартышки Я насмотрелся в тиктоке Нарезок с тобой И хочу с тобой пообщаться Ты мне интересен, правда Бля, сейчас просто мозг нахуй выпрыгнет из головы Чувак говорит Я не понимаю молодежь Школьники тупые, потому что они играют в Brawl Stars Смотрят тикток И, цитата Для него они мартышки Параллельно он показывает, как фоткается с этими школьниками Улыбаясь им в камеру Это называется лицемерие Если вы смотрите мои видео И понимаете, о чем мой посыл То почему вы не меняетесь? Вот, секундочку Этому ролику 3 месяца Давайте посмотрим последние ролики Которые выходили до него Отвечаю Никоглаю на хейт в мою сторону Никоглай главный клоун интернета Важное обращение Наверное, очень интеллектуальное Смотрю разоблачение БД от Никоглая 100 слоев футболок на голое тело Мне надо читать дальше? Нет? Где умный посыл-то? Я не понял Чему ты школьников учишь? Надеть на свое тело 100 футболок Нихуя себе 100 футболок Почему вы не меняетесь? Блядь Вы что, не поняли посыл? Там, может, я не знаю На футболке что-то умное написано было Ты же есть дилер Ты создаешь это поколение, чувак Не, он, конечно, скажет Это все там кликбейт Вот важно то, что я в самих этих роликах говорю Я посмотрел эти ролики И содержание полностью соответствует названию Я еще охерел с того, что вот в этом ролике Скажи мне, ты фанат Ивангаль Или просто рандомный челик Раскинул мне этот пост Потому что я выпускал на него разоблачение Ха-ха-ха Я твой хейтер Он на полном серьезе спорит со школьником Школьник записывает ему, ну Просто, понятно, стебную голосовуху На что он ему отвечает вот это Объясни мне, как можно по сравнению со мной и Ивангаем Встать на сторону Ивангая Когда я вношу свои какие-то слова Конструктив Я свое каждое слово аргументирую А Ивангай Просто все, что делает Так это заторможенно реагирует И не может даже ни на один Пруф ответить Просто я не понимаю Я ничего не вырезал при этом Он реально таким вот образом отвечает на сообщения школьника Ха-ха-ха Я твой хейтер Это же пиздец С таким же успехом Артем Граф может записывать ролики, где он спорит со стеной Но я бы на твоем месте был поосторожней Потому что у стены может быть много сильных аргументов Я понимаю, чуваку надо снимать контент Его там ролики с сообщениями И ответами на сообщения много набирают Но это уже уровень не Федова с его школоблогерами Сидит, блять, взрослый лоб И обсирает школьников Серьезно Если опуститься ниже и посмотреть еще более ранние работы Артема Графа Можно еще больше разнести его аргументы в настоящее время Вот просто помогите Даше здесь найти интеллектуальный контент Он еще снимал какое-то время хайповые ролики с клоуном-маньяком И на полном серьезе убеждал свою детскую аудиторию в том, что это не постанова Неужели я такой тупой? И все, что я делаю, все, что я снимаю про клоуна, это фейк и неправда И все первые серии, они были реальные Потом пошло шоу уже, ток-шоу, ток-реалити Андрея Петрова Чего стоит его слово, если он сначала говорит на полной серьезке Это не постанова, это не постанова А потом, ну там первые ролики не постанова, мне стучались в дверь, а все остальное То есть все постанова, блять Это очевидно, блять, потому что это галимая постанова Какие же вы эмоции? Ммм, сразу видно, человек в шоке Блин, ну реально, интеллектуальный контент меняет жизни людей к лучшему Снимает галимого качества постановы А теперь давайте перейдем к изюминке на торте После всех несостыковок в позиции Артема Графа После постанов, которые он оправдывал серьезным лицом Мне лично сложно верить Артему Графу Я тебе не верю Для меня это персонаж на уровне Никоглая Складывается впечатление, что Артем обижен на весь мир Потому что его никто не замечает Я чувствую себя очень одиноко Он чувствует одиночество и на полном серьезе думает, что другие стримеры и блогеры не хотят с ним коллабить Потому что он еще зеленый При этом аудитория отвечает Она очень не любит молодых и зеленых стримеров Они игнорируют тот факт, что я не новичок давно уже Как кажется, еще одна проблема То, что люди боятся коллабораций Они боятся сталкиваться лоб в лоб с неизвестностью Но они не хотят с тобой коллабить только потому, что ты говоришь всем какой-то пиздатый А все остальные долбоебы Но вот Вадя Каравай переплюнул их всех Я в жизни не видел настолько неинтересную личность, с которой я набираю эту аудиторию Да наоборот прикольный Да, 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 да Его позитивом веет Тригерит в этом видосе только одна хуйня То, что он вообще какой-то левый кед, который стримит 10 дней и говорит кого-то назад бездарного Вообще хуевший, блядь Стримеры хейтят тебя не потому, что они плохие А потому, что ты не умеешь признавать свои ошибки Не сильно мне нравится Он когда-то на Каравае что-то записал, я помню Блядь, до сих пор я это буду помнить всю свою жизнь Чел, типа, реально такой, ну, такой, если немного Потому, что я помню, как он тогда на стримеров вы***ался И при этом они даже не хотят констатировать факт, что я был прав На мой взгляд, этот персонаж готов пойти на все, что угодно, лишь бы хайпануть Даже имитировать перелом ног Он говорит, что его цель это просвещение молодежи Если вы смотрите мои видео и понимаете, о чем мой посыл, то почему вы не меняетесь? Но какая на самом деле цель у подобного контента? Сначала оплатите, а пососите Ты настолько тупой или что, блядь? Это мем тиктоковский с троллфейсом Рассудите сами Я предлагаю следующее Давайте скинем этот ролик Артему Графу А также распространим хэштег Граф Ответь Закидывайте ему этот хэштег в комменты, в соцсети И проверим достоверность моих предположений И если тебе есть что сказать по поводу этих претензий Если ты можешь доказать, что это неправда Давай созвонимся публично в дискорде и решим этот вопрос Если это неправда, ты спокойно очистишь свою репутацию Все признают, что были неправы Что ты молодец, ты Д'Артаньян Давай сделаем это там на твиче Я стримлю там каждую неделю И с удовольствием готов с тобой подискутировать Почему именно публичный разговор? Потому что именно так Артем Граф поступает со всеми своими оппонентами Я просто отзеркаливаю И отсутствие какой-либо твоей реакции Я считаю как подтверждение всего, что я говорю в этом ролике А на этом все Подписывайтесь на мой канал Сделайте эту красную кнопку серой, мать ее Ставьте лайки Пишите в комментариях, что вы думаете касательно этого персонажа Скоро увидимся Все, должно было закончиться Но как всегда нет Ролики посветятся Подписочка на канал Кумба